Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Городские службы готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Летний сезон завершился, но курорты наводят порядок. В Анапе построят новый духовный центр. Рабочая неделя главы города. Началось сообщение с анапчанами. Сергей Сергеев провел прием граждан по личным вопросам. Наталья Владыкина, жительница Киблерова. К главе Анапы пришла с вопросом, почему муниципалитет не забирают у Министерства обороны инженерные сети. От подведомственной военным обслуживающей организации одни проблемы. С удовольствием. Еще три года назад. А нам никто не отдает это все. Понимаете? Я могу вам письма показать, копии. Но я думаю, вы умеете на славу поверить. Где я требую передать, чтобы мы людей обеспечили водой, горячей водой, теплом. Но сейчас уже не славянка. Уже другая управляющая. И у вас управляющая компания другая. И снабжающая уже не славянка. Мы, чтобы заставить их готовить котельную к зиме, сейчас запретили им работы на Симферопольском шоссе. Видели ограждения там? Это вот они капель тянут военный. Вот я им сказал, пока не будет котел сделан в котельной, в Киблерово, вы здесь ничего делать не будете. Строительство муниципальной котельной тянет на 62 миллиона рублей. Найти средства непросто. Но глава Анапы намерен добиться результата в этом вопросе. Подготовка к зиме жилого фонда Киблерово на ежедневном контроле городских властей. Между новой обслуживающей организацией и управляющей компанией в ближайшие дни будет подписан договор о совместной работе. Прибавить к собственным шестисоткам еще 300 квадратных метров просит жительница Гастагаевской Татьяна Ганус. Продлить огород. Вокруг пустырь и проблемы как таковой нет, но в позу стали энергетики. Марина Марченко, главный архитектор Анапы, получила ответ. Там проходит линия электропередачи. Заявительница утверждает, электроопор там нет. Я не знаю, почему они вот так промечивали, ответили заявителю, что там нет ничего. А вот его нет. Говорят другое. Ну так давайте тогда берите ее ответ. Наш ответ. И еще раз. И пишите, что мы намерены предоставить. Берите Кубанинерго, выезжайте на место, актируйте, разбивайте колушки той земли, которую она хочет. Решение главы курорта разобраться в вопросе и выделить участок земли. И вновь тема для энергетиков. Низкое напряжение в сети. И вновь субсех, улица Дружбы. У нас там всего в этом пятачке 10 домов всего. А слабость, да? Да, хватит. Семь у нас там 10 домов всего в этом пятачке. Хотя бы половину. Уже сколько домов не подключили? Восемь. Там частных линий столько понапроводили. Вот. Куда, в чем, мне неизвестно. Так я вам только затыкнусь. Столковка в лесу, а света нет. Заместитель главы Анапы Владимир Забураев по поручению Сергея Сергеева уже разбирает эту ситуацию. Несколько домов подключены. Проблема в старых линиях. Поменять их энергетики предлагают городским властям. Нам почему-то сказали, что у нас плохие просто провода. Не проще ли тогда заменить провода, если у нас мощность ТП хватает? Ну, подсадь, это 632 провода. Линии старые алюминиевые АС-35, да. Ну, сколько? Сколько километров? Там как-то читали мне 2,8 километра всего. Ну, хотя бы... Сделать проект и закрыть проблему для жителей этой улицы. А с энергетиков спросить об их инвестиционной программе, куда регулярно поступают средства потребителей. В рамках командно-штабных учений на курорте прошел смотр сил и средств постоянной готовности, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций. В смотре приняли участие аварийно-спасательные формирования и все оперативные службы города. Всего 23 единицы специализированной техники и 80 человек личного состава. И это только службы постоянной готовности, которые несут дежурство круглосуточно. Первое, это проверяется прохождение сигнала и готовность сил к реагированию, на что мы и обратили внимание именно при тренировке сегодня. С шести часов пошло прохождение сигнала, то есть этот сигнал был переадресован на все аварийно-спасательные и аварийные службы. Мы их называем службы постоянной готовности, то есть максимальное их время готовности 10 минут. Проверили экипировку бригад знания функциональных обязанностей. Особое внимание уделили резервным сигналам связи, возможности передачи информации в условиях плохой видимости и отсутствия сигнала сотовой связи. Главное, люди должны уметь взаимодействовать. Специальный штаб-автомобиль повышенной проходимости оснащен факсимильной и телефонной связью для максимально оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день можно точно сказать, что вот этот порядок, который здесь находился, они в течение 10 минут способны выехать в любую точку нашего района и приступить к локализации, к эвакуации и к устранению чрезвычайной ситуации. Смотры проходят регулярно, не менее двух раз в год. Особое внимание удаленным сельским округам, в первую очередь субсехскому и первомайскому. Для выносной торговли не сезон. Срок договоров аренды земельных участков под сезонную торговлю вышел. Все летние кафе и павильоны должны быть убраны. Сотрудники управления торговли и муниципального контроля, выполняя поручения главы Анапы, проверили, как предприниматели соблюдают это условие. 1 октября окончился срок размещения объектов сезонной мелкорозничной торговли и летних кафе. Предприниматели обязали демонтировать столики, зонты и торговые прилавки с прилегающей территории. Без протоколов во время рейдового мероприятия не обошлось. В кафе на улице Кребенской был выявлен факт торговли несертифицированным алкоголем. Полиция изъяла суррогат, предпринимателю придется заплатить штраф. Убирать столы и зонты ему пришлось под надзором проверяющих. Еще один протокол за ненадлежащее санитарное состояние был составлен на владельцы кафе по улице Красноармейской. Сегодня мы проехали совместно в количестве 16 объектов. Руководители предприятия были предупреждены. На месте было все убрано. Работа будет в дальнейшем продолжаться. Владельцы большей части летних кафе завершают работы по демонтажу. Тем не менее, проверки продолжатся. Все брошенные после окончания сезона павильона и прилавки будут вывезены с городских улиц. Самый родной и близкий человек для каждого ребенка – бабушка. Теплые заботливые руки, вкуснейшие пироги, ласковое слово, мудрый совет. В станице Анапской выбирали лучшую бабушку. И выбор был непрост. Слово «бабушка» звучит с особой теплотой. Куда без нее молодой семье. И внучков понячат, и деликатесов наготовят. А бабушки в станице Анапской и со сцены выступят. Этих ярких и талантливых женщин назвать бабушками даже язык не поворачивается. Конкурс «Лучшая бабушка» проводили впервые. Поэтому участниц пока было немного. В первом конкурсе визитной карточки участницы раскрывали свои секреты. Внуков мы любим больше, чем собственных детей. И именно поэтому очень часто их балуем. И позволяем то, что не позволяют родителям. В конкурсе на лучшее пеленание оценивали скорость и качество. Бабушки ничего не забыли, руки сами все помнят. А когда конкурсантки пели колыбельные, на глаза наворачивались слезы. Вспоминалось, как в детстве пела свои добрые песни родная бабушка. И сказал горностай, поскорее подрастай. В кулинарном конкурсе, тут уж бабушкам равных нет, чего только не было. Ароматные торты, румяные пироги и прочие вкусности. Конечно, сложнее всего было жюри. Как определить победителя? Единогласно всем пяти бабушкам члены жюри щедро ставили только пятерки. Потому что каждая из них веселая, обаятельная, позитивная и самая лучшая. В Анапе скоро появится духовный центр. В Станице Анапской торжественно заложили первый камень будущей воскресной школы. Воскресная божественная литургия в Свято-Вознесенском храме Станицы Анапской была ознаменована молебном с освящением закладного камня будущего духовного центра. В планах за два года построить воскресную школу при храме. Учиться здесь будут не только дети, но и взрослые. Для ребенка больше примеров не придумать. Это наивысшее, что может каждый из нас здесь, на земле, для них сделать. Быть самому примером благочестности. В будущем духовном храме планируется проводить круглые столы, семинары. Это будет открытая площадка для дискуссий и крупных мероприятий. В перспективе планируется достаточно очень широкий спектр преподаваемых предметов. Там не просто закон Божий, Евангелие, но также музыковедение, все, что с этим будет культурное, историческое. В какой-то степени будет патриотическая подготовка для молодежи обязательно, военно-патриотическая подготовка. Ну и уже как бы предварительно имеется договоренность о сотрудничестве совместно с казачеством. Поэтому этот проект, он имеет очень важное значение, в принципе, для всей станицы Анапска. Уже есть желающие преподавать в будущей школе и, конечно, ее посещать. Как минимум вырасти в духовном плане, узнать все то, что меня беспокоит, все те вопросы, на которые я не знаю ответа. Не перевелись на Руси богатыри. В минувшие выходные в поселке Виноградный прошел первый фестиваль по силовому многоборью. Но спортсмены курорта и других городов боролись за звание сильнейшего. С самого начала между соперниками завязалась нешуточная борьба. Участники поднимали гантели, делали жим стоя и даже сдвигали с места грузовой автомобиль. Спортсмены не уставали удивлять болельщиков и зрителей своими сверхчеловеческими способностями. Сегодня мы впервые проводим фестиваль силового экстрима «Сила Кубани», так мы назвали наше мероприятие. Это была задумка двухмесячной давности нашей. Мы собрались оргкомитетом нашим. У нас дело в том, что в Виноградном сельском округе занимаются ребята, очень многие, силовым экстримом. И вот посоветовавшись с ним, мы решили такое мероприятие сделать у нас на округе и сделать его ежегодно. В фестивале приняли участие 15 спортсменов из Анапы, Ростова-на-Дону, Краснодара и Волгограда. В городе Волгограде этот вид спорта развит не очень, скажем так. В основном там пауэрлифтинг, потом русский жим. Приезжают в Волгоград профессионалы, а вот на таком, скажем так, на низком уровне не проводится. Хотелось бы, чтобы тоже проводились в Волгограде. Участие в подобных соревнованиях требует от спортсменов силы, выносливости, разносторонней физической подготовки. Победителем многоборья стал Виталий Поляцкий из поселка Виноградный. Анапчанин Роман Скляр, хоть и новичок в турнире, но и продемонстрировал соперникам небывалую силу и волю к победе. Результат – второе место. Я в этом виде спорта впервые. На тренировках тренировались. Переворачивали крышку, гантель, все остальное не делали. Вот, ну, хочу попробовать. Зрители с нескрываемым восторгом наблюдали за упорством и стремлением к победе всех участников. Вот такие они, настоящие мужчины. Завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник, 6 октября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-23 градуса, ночью до 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы новости – магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых «Модная школа», в котором всегда в наличии актуальный сезонный ассортимент. Красивая и качественная одежда для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.